Как ты живешь? Как здоровье твое? Очень хотелось бы мне повидать тебя и побеседовать. Я слышу, что ты продолжаешь изрядно выпивать в крайний вред себе. Что ожидает человека на этом пути? Я тебе сейчас напишу. Если ты не будешь бороться с этим недугом, то попадешь под полную власть бесов. Они будут возбуждать тебя пить все больше и больше и через это расстраивать нервную систему. Ты сделаешься раздражительным, гневливым. Легкие сначала ссоры будут все грубее, длительней. Денег не будет хватать, сгонят со службы. Надо будет продавать вещи, выпрашивать в долг унизительным образом, может быть, даже воровать. Гнев усилится до бесовской злобы, до желания убить. Бесы, действовавшие в тайне, станут являться в виде разбойников, диких зверей, змей и прочее. Потом могут явиться и в своем безобразном, гнусном виде. Если и тут ты не образумишься, то заставят тебя совершить какое-либо тяжкое преступление, например, поджог, убийство, а затем приведут в полное отчаяние и заставят покончить с собой. Если бы со смертью человек совсем исчез, так можно было бы порадоваться, что кончились мучения. Но ведь нет уничтожения. Пьяница, самоубийца из малых и временных страданий перейдут окончательно и навеки во власть бесов, в ужаснейшую муку, которой не будет конца. Как люди духовные, борющиеся с грехом и побеждающие грехи, делаются постепенно способными чувствовать сначала духовный мир, а затем видеть ангелов. Точно так же преданные грубым страстям, особенно пьянству и разврату. Если не покаются, будут видеть бесов и сделаются их рабами. Уже внешний вид человека духовного и раба дьявола говорят ясно, к чему ведет тот и другой путь. По плодам их узнаете их, говорит Господь. Дорогой, милый Сережа, опомнись, куда ты идешь. Если тебе здесь еще тяжело, то каково будет после смерти? Страсти в тысячи раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебе, без какой-либо возможности утолить их. За потерянную жизнь, за совершенные преступления, совесть, как червь неусыпающий, станет грызть твое сердце. Осознание, что сам себя лишил вечного блаженства в обществе святых людей и ангелов, будет вовеки терзать тебе. Сережа, если не можешь бросить пить, хоть так сознай, что ты делаешь нехорошо, что губишь себя, обижаешь близких тебе, оскорбляешь Господа. Сознай это и припади к Господу хоть один раз в день и скажи Ему. Господи, я погибаю, спаси меня, не допусти до окончательной гибели. Господи, будь милостив ко мне грешному. Если будешь так говорить ежедневно от всего сердца, то Господь простит тебе все грехи твои и спасет от погибели. Первым вошел в рай разбойник. Это устроил Господь для поощрения и утешения нас грешных. Все прощает милосердный Господь искренне кающемуся. Не должно отчаиваться никакому грешнику. Не говори, что ты уже погиб. Это бесовская мысль. Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся, говорит Господь. Он, Спаситель наш, пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Не бойся бесов. Если они будут являться в каком-либо виде, то призывай имя Господа Иисуса Христа. И крестись Сам, и крести явившихся, и они исчезнут, как дым. Не ножами или иным вещественным оружием обороняйся. Они не боятся этого. А борись именем Божиим. Абышедше, абыдошамя, и именем Господнем противляхся им. Вот как оборонялись от бесов истинные христиане. И нас научают этому. Сережа, я тебя всегда поминал на молитве. Даю тебе обещание за каждой литургией вынимать за тебя частицу и просить Господа, чтобы Он вразумил тебя и помог избавиться от беды. Только ты сам хоть немного борись, не давай руки бесам. Сам проси, повторяю, хоть один раз в день с земным поклоном Господа, чтобы Он не оставил тебя на погибель, а спас от вечной муки. Пожалей себя, пожалей Катю. Ведь ты когда-то любил ее. Может быть, и теперь любишь. Неужели тебе не жаль ее терзать? Проси у нее прощения, если обидишь когда, чтобы и Господь тебя простил. Если ты сам не будешь в мире с близкими твоими, то как примиришься с Господом? Не отчаивайся, что бы ты ни наделал. В светлую минуту помолись Господу, и Он поможет тебе и все простит. Сережа, опомнись, пожалей себя. Приезжай к нам. Здесь можно исповедаться, причаститься. Походишь в церковь, почитаешь книг духовных. Сережа, я человек грешный, а жалею тебя от всего сердца. Господь же в тысячи раз больше жалеет каждого грешника и ждет только обращения его, чтобы простить все его грехи и мерзости и спасти. Обратись к Господу с молитвой, покайся в своих грехах, отойди от дурных людей и от твоей проклятой службы, и спасет тебя Господь. Лучше нигде не работай, но не пей и не губи себя. Если не обратишься с покаянием и смирением ко Господу, то еще здесь ожидает тебя великое страдание, а после смерти плач скрежет зубов, мрак, тартар, червь неумирающий и огнь неугасимый. Вечная, ужасная, непостижимая и никогда не оканчивающаяся мука. Как бы тяжело здесь ни было, но всему земному настанет конец. А после смерти вечность без конца. Вечность или в неизреченном блаженстве, или в ужасной муке. Выбор в наших руках. Господь хочет всем радости вечной, но насильно никого не влечет к себе. Не хочешь быть с Господом во свете и блаженстве, пойдешь к дьяволу в вечную тьму и муку. Все, что здесь написано, несомненная истина. Пожалей себя, Сережа, будь милостив к себе. Аминь. Искренне любящий Тебя и желающий Тебе добра, Все. Тема севера. Тема северка цветка.